Алина Гриценко с нами на связи, доктор философии по политологии, главный консультант Национального института стратегических исследований. Элина, здравствуйте, рада вам в нашем эфире. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо. Давайте обсудим контекст активизации новой, скажем так, вот так называемой, тут огромнейшие кавычки нужно ставить, больше чем столы Владимира Путина, мирного плана, так называемого Китая и Бразилии, который они совместно разработали. Эта активизация, с чем она связана? Я просто вспоминаю заявления ряда аналитиков, пропагандистов, в том числе российских, о том, что вот ближе к осени, к средине осени пройдут, будут переходить уже переговорные процессы определенные. Нету связи между вот этими фантазиями пропагандистов и этой активизацией КНР и Бразилии? Ну, я бы не стала тут искать, на самом деле, какую-то связь, потому что то, что касается переговоров или мирного урегулирования, это та риторика, которую поддерживает не только Китай, но и большинство, я думаю, стран так называемого глобального юга. И причина здесь довольно простая, их две, на самом деле. Во-первых, это некоторые для Китая, в первую очередь, имиджевые, репутационные моменты, спозиционировать себя как страну-миротворца, потому что Китай продвигает такой имидж в разных регионах, и на Ближнем Востоке это особенно заметно. Во-вторых, ну, все-таки с точки зрения глобального юга, это они таким образом продолжают следовать традициям движения неприсоединения, это их, в принципе, характерная такая традиционная внешняя политика для большинства стран. И самая главная причина состоит в том, что мало кто из стран глобального юга, и Китай в первую очередь, не верит в победу военным путем в этой войне ни России, ни Украины. И они считают, что единственным возможным инструментом и дальнейшим сценарием развития события может быть только переговоры. А что конкретно будет обсуждаться в рамках этих переговоров и какой в дальнейшем будет итог, как он будет реализовываться, это уже Китай, в первую очередь, волнует абсолютно мало. Для Китая важно сделать красивую картинку и продемонстрировать, что вот таким образом Китай поспособствовал и, как они любят говорить, сыграл конструктивную роль, в кавычках, в урегулировании войны. Это, в принципе, основные задачи, которые Китай преследует, не говоря... Есть еще ряд нюансов, которые связаны, в первую очередь, с Россией. В этом консенсусе политическом из шести пунктов, китайско-бразильском, есть один очень важный момент. Это тот пункт, который Китай продвигает буквально на всех площадках, на разных уровнях. И на уровне того же самого Лихоя, спецпредставителя китайского правительства по делам Евразии, и на уровне Си Цзиньпина. Пункт, который касается, что Китай хотел бы, чтобы конфликт не расширялся в географии и не доводить конфликт до эскалации. Это важно для Китая, потому что... Это, кстати, говорит о том, что в Китае тоже не могут предугадать и не могут спрогнозировать дальнейшие действия, дальнейшие шаги, которые может принять Россия в силу того, что руководство российское действует иррационально. И поскольку нельзя исключать полностью фактор ядерного оружия, и нельзя исключать полностью эту угрозу применения ядерного оружия в ответ на те или иные меры, на ту или иную стратегию, которую будут в дальнейшем применять вооруженные силы Украины, эту угрозу нельзя недооценивать. И Китай именно этого и побаивается, что в какой-то момент в России могут принять решение, что единственным уже крайним методом, крайним шагом для того, чтобы хоть как-то среагировать на, например, продвижение ВСУ в Курской области может быть применение ядерного оружия. Вот это те основные пункты, которые Китай продвигает. И конкретно этот пункт, это то, что затрагивает интересы Китая непосредственно. Поэтому и такое большое внимание уделяется этому вопросу со стороны Пекина. Китай предлагает так называемые мирные инициативы относительно завершения войны России против Украины для своего политического доминирования. Таким мнением в эфире телеканал «Афридом» поделился советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Иподоляк. По его словам, это глобальный политический игрок, не только экономический. Он формирует свое представление о полюсе, через который будет влиять на политический процесс. Пекин хочет сидеть за глобальным столом на равных, рядом с коалицией, которую возглавляют Соединенные Штаты. И прописывать те правила, которые будут устраивать КНР прежде всего. Давайте услышим прямую речь и продолжим. Китай и так сегодня выглядит крайне впечатляюще на глобальном политическом рынке. Понятно, что он намного объемнее, чем Россия. Россию вообще можно в этом смысле убрать. С доски ее не существует. Да, она за счет войны все еще является ньюсмейкером, очень таким глобальным. О ней много говорят. Но это только за счет агрессивных действий. То есть с точки зрения влияния на собственные процессы, в России они ничтожны. И таковыми останутся уже и на будущем. Вот сидеть за глобальным столом на равных, быть одним из полюсов многополярного мира, но ведь это же не означает, что нужно отвергать вполне логичные пункты формулы Зеленского. Вот вы помните, когда Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, вернулся из Китая, он сказал такую фразу, что нужно избежать конкуренции мирных планов. Ну, мирный план — это всегда мирный план. Чем китайский план отличается от плана Зеленского? Там называются какие-то шесть пунктов. В чем единство и в чем розбижности? Отличия, скажем так. Ну, да, я поняла. Отличие, самое главное, состоит в том, что у Китая нет никакого плана на самом деле. Формула мира президента Зеленского — это вполне конкретная стратегия, вполне конкретный роудмэп, дорожная карта, которой можно следовать, благодаря которой можно, реализовывая один пункт за другим, можно достичь длительного мира в Украине. У Китая никакого мирного плана нет. Просто Ван И в какой-то момент, как раз-таки министр иностранных дел Китая, перед тем, как был опубликован вот этот вот первый документ из 12 пунктов, он оговорился, назвал это мирным планом. И, конечно, после этого все ожидали чего-то конкретного от Китая, каких-то конкретных предложений, какого-то конкретного участия. А в результате мы на годовщину полномасштабного вторжения увидели просто документ под названием «Политическая позиция Китая по поводу украинского кризиса», в кавычках. Сейчас то же самое. Политический консенсус по поводу украинского кризиса. То есть там ни один, ни второй документ не включают в себя никакой конкретики. Это какие-то очень такие вот в виде пожеланий, как бы, пункты. То, что Китай хотел бы видеть. Но единственное, что вот в китайско-бразильском консенсусе там есть пункт, который уже не называется Россия. Россия, конечно, но там есть более такая однозначная уже критика в сторону России и более однозначный призыв к России не применять оружие массового уничтожения. Ни химическое, ни биологическое, ни тем более ядерное. Это, в принципе, опять-таки намекает на то, что Китай будет в дальнейшем уделять внимание конкретно этому вопросу, потому что именно это затрагивает Китай непосредственно и угрожает непосредственно китайским интересам. Это может повлечь, применение ядерного оружия со стороны России, может повлечь и, в принципе, уже влечет в определенном виде эффект домино в Азии в том, что касается режима нераспространения. Китай, как страна, член ядерного клуба, заинтересован в том, чтобы не расшатывать режим нераспространения, наоборот, сохранять его. Поэтому Китай, действительно, я, в принципе, согласна с тем, что Китай использует вот эти все консенсусы, планы, как угодно их можно называть. Вывод только один, что они абсолютно не конкретные и ничего, не являются какими-то там предложениями для урегулирования. Это просто вот такие обтекаемые формулировки. Но я согласна с тем, что это используется Китаем в качестве инструмента воздействия, в качестве инструмента влияния, в качестве инструмента позиционирования на мировой арене, но преимущественно эта вся стратегия имиджевая Китая направлена на страны так называемого глобального юга. У Китая в его конфронтации со Соединёнными Штатами Америки есть существенный минус, существенный недостаток. Это отсутствие союзников и отсутствие коалиции, действительно. США имеют целый пул партнёров, например, в рамках НАТО. Китай, скорее всего, это очень маловероятно, что в какой-то момент времени Китаю удастся создать некую альтернативу НАТО у себя в Азии и объединить страны вокруг себя в рамках какого-то военно-политического альянса. Там есть дискуссия по поводу ШОС, что Китай пытается переформатировать в ШОС некий такой блок. Но маловероятно, что это в ближайшем будущем произойдёт. Поэтому Китай использует более мягкие, дипломатичные такие инструменты. Вот предлагает какие-то варианты мирного урегулирования, которые, опять-таки, не являются конкретными, и пытается искать страны, которые поддержат китайскую позицию, китайский взгляд на урегулирование российско-украинской войны. Пока что таких стран немного. Хотя Ли Хуэй заявлял, по-моему, о более чем 120 странах, которые уже выразили свою поддержку китайско-бразильскому консенсусу. Но пока что публично поддержали их, получается, ЮАР, Турция, насколько я помню, и ещё, не помню, по-моему, ещё две страны. И на этом всё. То есть ни о каком большинстве мы пока что говорить не можем. Но да, действительно, Китай именно за счёт таких вот мирных инициатив пытается найти партнёров и найти те страны, которые поддержали бы именно китайский взгляд, а не американский. Потому что Соединённые Штаты продолжают поддерживать Украину военным путём, продолжают предоставлять военную помощь. Китай не поддерживает такую стратегию, называет это подливанием масла в вагоне и пытается продемонстрировать, что вообще-то вот у Китая тоже есть партнёры, которые не разделяют взгляд Вашингтона на то, каким образом необходимо достичь победы Украины в этой войне. Спасибо Вам огромное за участие в нашем эфире. Всегда Вам тут рады, рады Вашему анализу. Напомню, Алина Гриценко была с нами на связи, доктор философии по политологии, главная консультантка Национального института стратегических исследований.